Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня занятие посвящено социальному становлению. Мы будем рассматривать последовательно различные формы движения, в котором находится общество. И сегодня мы рассматриваем самую простую такую форму, которая называется становлением. Это правильно, что мы идем от простого к сложному. Затем мы будем рассматривать, когда это рассмотрим, изменения, а потом будем рассматривать развитие. Что такое становление? Для того, чтобы понять, что такое становление, надо обратиться к самой первой категории диалектики. Самая первая категория диалектики – это чистое бытие. И вот если вы разглядываете и рассматриваете чистое бытие, то вы про него можете сказать, что чистое бытие есть. Бытие чистое – это такое бытие, про которое еще не указано, какое это бытие и что это за бытие. Начинаем мы… То есть именно поэтому оно применимо к чему? Ко всему. Все, что мы наблюдаем, все, что мы делаем предметом своего изучения, все есть бытие. Но если я не указываю, какое конкретное бытие, оно чистое. Вот это чистое бытие, если я начинаю его разглядывать, то первый вывод, который получаю из этого изучения, из этого разглядывания, что оно есть, и больше нечего о нем сказать как о таковом. Нечего, кроме того, что оно есть. Это не мало того, что я уже знаю. Вот скажем, для вас существенно вы есть или вы нет. Или деньги есть или нет. Жилье есть или нет. Родственники есть или нет. Это все существенно. Весьма. И весьма серьезно. Поэтому не будем к этому относиться так, что это какой-то мелкий такой факт. Не мелкий факт. Но поскольку нечего больше сказать о чистом бытие как о таковом, то получается, что чистое бытие в нашем сознании, в нашем разговоре, в нашем размышлении, в мышлении переходит во что? В ничто. Мы же говорим, раз больше нечего сказать, мы пришли к ничто. А что про ничто мы можем сказать? Точно так же, что оно чистое. Мы еще не сказали ничто чего? Ничто чистого бытия – это чистое ничто. Мы пришли к чистому ничто. И что мы про это ничто можем сказать, когда мы его разглядываем? Ну, раз мы его разглядываем, значит, оно есть. А то, что есть, называется бытием. То есть чистое ничто превращается в чистое бытие. Собираем урожай. Бытие превращается в ничто. Я уже не говорю чистое, потому что мы уже говорим о ни первом, ни втором, о постоянном превращении бытия в ничто, а ничто в бытие. А ничто превращается в бытие. Отсюда какое? Что нет ничто, нет просто бытия, а есть лишь движение и исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Вы такую категорию когда-нибудь видели, слышали? Движение и исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот эта категория, которая означает… Константин Васильевич, у меня лекция, как договорились, 12. Значит, что такое движение и исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии? Надо дать ему название. Чтобы дать название какой-то новой категории, которую не мы с вами придумали, Что мы делаем? Мы обращаемся к тому источнику, который фиксирует это научное завоевание. В данном случае к науке и логике Гегеля. И видим, что там вот эта категория, которая выражает движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытии, называется становлением. Вот, получив название, или огласив это название, мы теперь можем рассмотреть по отдельности два противоположных движения. Одно – переход бытия в ничто, было и не стало. Мы знакомы вам такое движение? Были у вас деньги – не стало. Или было аппетит – не стало. Или было здоровье – не стало. А было наоборот. И противоположное движение – не было и стало. Не было знания – и стали, эти знания появились. Не было усталости – усталость появилась. Или не были богатыми. Правда, говорят, теперь стали богатыми, а скорее уже говорят другое, что не стоит и начинать. То есть, переход, два тут перехода есть в этой категории, сразу выражается противоречие. Движение прямо противоположное. Переход бытия в ничто и ничто в бытие. Вот эта категория диалектическая, или, как говорит Гегель, это первая истинная категория. Истина. Почему истинная категория? Это в том, что на самом деле ничего нету непротиворечивого, и поэтому это первая категория, которая выражает противоречие. Первая из которых и самая простая, и в то же время самая всеобщая. Что-нибудь есть такое, чтобы не было бы в становлении? Чтобы не было бы переходом бытия в ничто? Вы знаете какое-нибудь бытие, которое бы не переходило в ничто? Не знаете. А знаете ли вы какое-нибудь ничто, которое не переходило бы в бытие? Тоже мы не знаем. То есть это всеобщая категория, и нужно этой категорией владеть. Вот эти противоположные движения в одном движении имеют свое название. Это называется момент. Это тоже еще одно диалектическое завоевание, потому что обычно в нашей жизни, в обыденной, мы пользуемся категорией часть, целые элементы, структура. Это все для мертвых таких вещей. Если вы имеете дело с трупами, наши коллеги, студенты-медики, они их режут, чтобы потом не резать, уже уметь знать, где как разрезать, чтобы вы будете делать когда операцию, чтобы не искать, а разрезали, спрашивали, а где у него телеенка. Чтобы такого не было, они вот занимаются тем, что они в анатомическом театре режут эти самые трупы. Но не должна быть вся наша философия такой, которая объясняет только трупы, которая знает части, элементы, структуру. А вот моменты бывают в живом. Например, кровеносная система. Как она построена? Есть движение крови, которое является артериальным. Это что такое? Это кровь, которая обогащена кислородом, прошла через легкие, и которая несет в себе пищу, элементы пищи, которую человек потребляет, несет ее ко всем клеткам организма. Да? Это движение такое? От ничток к бытию. Правда? Потому что она пополняет запас клеток, которые расходуются и в пище, и в кислороде. А есть противоположное движение. Это какая кровь? Венозная. Она забирает углекислый газ, и она забирает продукты распада клеток. И несет их к соответствующим органам, почкам, печени и так далее, на выход. Это венозная. И они работают одновременно. У нас есть и венозная кровь, и артериальная кровь, и они находятся в единстве. Нельзя сказать, что может быть одна только кровь, а вторая не может быть. Они только... Поэтому они не части, не элементы, а моменты. И вообще все органы человека, они находятся не в таком вот... не в механическом таком сложении, как в скелетах. Например, скелет, вы представляете, если есть скелет, если толкнуть руку, или кости руки, они будут болтаться. Вот как у меня сейчас болтаются руки. Но для того, чтобы они болтались, ничего не надо, не кровь, они не должны быть живыми. А вот чтобы вы вот так пошевелили пальцами, откуда должен прийти сигнал? Из головы. Поэтому, если мы начнем выяснять, а где начинается живая рука? Живая рука начинается в сердце, правда, с одной стороны. Потому что кровь оттуда идет, без крови нет жизни. А не просто она с плеча, а где тут эта граница, где вот закончилась рука, и начинается не рука. Нет такой границы. И кроме того, она начинается как живая рука, которая шевелится, и делает то, что мы ей задаем, она начинается в мозгу. И это, в общем, касается и других элементов. Почему вот Гегель настаивает, что то, что внутреннее, есть и внешнее. Вот мы иногда рассматриваем кожу человеческую, как что-то внешнее. А как вы думаете, без кожи человек проживет? Вот у индейцев была такая казнь, они так казнили врагов своих, снимают скальп. И что? Еще? И человек умирает. Потом мы знаем, что если человек попал в аварию, и у него или химическим путем, или огнем сожжено 60% кожи, он умирает. Поэтому это то, что кажется внешним, оно же и внутреннее. Ну и потом, даже если я вам поставлю такой задушек, посмотрите на свою кожу изнутри организма. И тогда она у вас не покажется вам внешне. Правильно? Она внешне, когда вы берете ее с одной только стороны, а с другой стороны, почему ее не берете? Поэтому, если вы ее пробуете отделить от организма, то организм умрет. Кожа само собой умрет. Это ясно. Поэтому никаких опытов не надо проводить. Как только вы сдирают с человеком кожу, он, конечно, погибает. Поэтому такие вот категории, которые хороши для исследования минералов, там, кристаллическая решетка, потом структура, внешняя среда, внутренняя среда, связи между ними, это все хороши, но они не годятся для предметов органической, целостных, такие, как животные, или такого животного, которым является человек, и не годятся и для исследования общества. В обществе движение от движения бытия в ничто, противоположное движение ничто в бытие, и оба эти движения одновременно действуют. Не бывает такого, что шло бы только движение от бытия в ничто, а второе движение ничто в бытие не действует. Вот видите, я сейчас вот лекцию вам читаю, а я же умираю, но гордиться мне тут нечего, потому что это то, что я умираю, оно, к сожалению, относится ко всем, потому что есть одно только рецепт, как не умереть. Могу поделиться, чтобы не умереть, надо не рождаться, потому что всякое, что рождается, все умирает. Но общество, человеческое общество, оно выработало уже тут позицию более глубокую, чем чисто биологическую, потому что оно выработало позицию в отношении сущности человека. Вот ваша сущность в чем? У вас какая сущность, биологическая или социальная? Биосоциальная. А? Двойная, что ли, у вас? Ничем бы биосоциальная. Биосоциальная? А вы матрешку видели когда-нибудь? Ну, матрешки, если она вот одно включает в себя другую матрешку, надо рассказывать, что там несколько этих матрешек? Не надо. Если матрешка, то там много. Если вы социальный организм, значит, вы биологически точно. А что, бывают такие социальные организмы, которые не биологически? Не бывает, правда? Вы кирпичи же не включаете в общество. Кирпичи, дома, только людей. Поэтому разве словом социальное не сказано, что вы биологическое существо, причем не просто биологическое существо, а вы такое животное социальное, которое является трудящимся, во-первых, общественным, трудящимся, говорящим и разумным. То есть, если я сказал, что человек социальное существо, я это сказал, что он биологический. Поэтому добавлять, что еще раз биологическое, это даже как-то странно. Ну, и вроде того, как я сказал, что я вот человек, поэтому я твердое тело. Если меня выбросить, то я упаду. Надо мне это добавлять? Или это ясно, что если я человек, то я и твердое тело? Что я подвергаюсь воздействию законов физики, в том числе законов всемирного утяготения, как и другие твердые тела. Поэтому не надо такие эксперименты делать, вот как некоторые товарищи, которые они залезают, делают селфи, и на этом кончается их жизнь, зато они навсегда молодые. А труп — это биологическое существо? А? Труп — биологическое существо? Что? Труп — биологическое существо? Нет. Это уже умершее биологическое существо. Какой же он? Вы его и называете, не знаю, это труп. Труп — это мертвое, то есть он не живой. Труп — есть труп, это мертвое. То есть он относится к неживой природе. А там живая природа в нем есть. Какая? Черви начинают есть человека. Вот это да. Поэтому. Но, если вы берете человека, то вот его смерть и рождение относятся к жизни. Правильно? Вот некоторые, как только вы отделите смерть, что некоторые делают философы, отделяют смерть, начинают изучать смерть. И какая-то странная, тяжелая философия получается. Или наоборот, рождение. Только рождение берут, а жизнь не берут. Ну, рождение не может быть взято без жизни, правильно? А жизнь не может быть взято без, так сказать, границ. Но, если вы, я вас агитирую, чтобы вы стали социальным существом, если у вас сущность социальная, то, как Пушкин писал, нет, весь я не умру. Душа заветная. В мире мой прах переживет. И не зарастет к нему народная тропа. Если вы что-то хорошее сделаете в жизни, то вы будете в своих делах бесконечны и вечны. Правильно? Ну, не делайте и ведите, если дело ваше. Хотите себя увековечить, увековечивайте. Вот для того, чтобы... Вот смотрите, сколько людей уже прошло, а мы изучаем их произведения. Вот мы в школе изучали Эвклидов, геометрию. Эвклид-то когда жил? Он жил в Древней Греции. А теорем Пифагора кто не знает? Все знают. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Кто это разработал? Пифагор. Значит, он живет в наших сердцах, ума, в учениках. Он все время живет. Ну что, а что от Пифагора что он не делает? Он только не ест, не спит и какие-то не отправляет естественные давности. А дело его живет и продолжает жить. И наше дело, если мы что-то сделаем в жизни с вами, вы как журналист, скажем, увлековечите своими блестящими статьями себя и будете жить вечно и потом вот учить вот на этом фокусе журналистики придут, откроются, будут говорить вот в статьях такой-то, написанных так-то, вот учитесь, изучайте, исследуйте и так далее. И будет это дело вечно. А композиторы Чайковские он умер или не умер и все время исполняют. А Битковин он оглох Битковин, то есть как биологическое существование, что он оглох, а как композитор он продолжал писать его произведения и тогда, когда он оглох, все равно является великими произведениями. И это гениальные произведения гениального человека. А гением кто называется? А гением называется тот человек, который не просто способен, потому что способным бывает и злодеи. Гитлер способный человек? Способный. Он книгу написал. Вы книгу написали? Нет. А Гитлер написал? А вы картину нарисовали? Нет. А он нарисовал. А он военный полководец, военный хороший, но 4 года не могли разбить, 4 года шла война. Ну как если так ставить вопрос? Неплохой полководец, если столько нужно было бороться для того, чтобы поразить армию в голове с этим человеком. Но как говорит история и философия говорит, что гения и изнодейство несовместимы. Гений это не просто выдающийся человек, а тот человек, который продвинел человечество вперед, а не что-то разрушал, портил, уничтожал, губил, тем более человека ненавистическую испытывал, политику проводил. Значит, если вы сделали что-то великое, нужное людям, то вы опять навечно живая. То есть я как бы вас агитирую к тому, что вы призываю, чтобы вы себя увековечили, а не то, что увековечит, вот мне на могилу памятник поставят. Если поставят не каменные, а железные, вроде как дольше. Нет, железные проржавеют, а каменные дольше простоят. Значит, увековечить себя нужно, прежде всего, в делах общества. И вот Марк писал, обсуждал, философы обсуждали вопрос о счастье человеческом. Вот Гегель, например, говорил, что человек счастлив, если он отвечает своему предназначению. Вот у вас предназначение, если журналистик, если вы этому будете соответствовать, если это ваше предназначение, вы счастливые. А если у вас не получится, что-то не получается, журналистик скажет, я несчастный. А может, вы и не будете журналистом, может, вы будете, например, министром. Откуда я знаю? У нас же ведь из-за того, как университета, то один, то другой, куда-то там. Вот, например, заместитель секретаря парткома по идеологии у нас был, товарищ Бастрыкин, а я, поскольку был замсекретаря партбюро на экономическом факультете и в УПК, я к нему партинный начальник. Товарищ Бастрыкин, он же староста группы, где учился товарищ Путин, он является председателем Следственного комитета и борется с преступностью. Более катерешительной борьбы никто не ведет, чем товарищ Бастрыкин. Откуда? Он что, знал, что он будет председателем Следственного комитета? Такое, конечно, в голову не приходило. Или вот не так давно у нас на филологическом факультете учился товарищ Иванов. Сергей Борисович. А потом он был министром обороны, а потом он был главой администрации президентом. Ну, а сейчас он такой советник по делам экологии и так далее. А где он учился? А он учился на филологическом факультете. Филолог. Ну, как кто додумается до того, что филолог станет главой администрации или министром обороны? И не плохим министром, лучше, чем сердяков-то был, который вообще табуретки делает. Да. Теперь Путин обучился у нас на юридическом факультете. Ну, кто мог бы представить, что вот он. А потом работал помощником ректора по работе с иностранными учащимися. Я вот в это же время был в университете, я его не встречался. Может, и встречался, но не замечал. Он свою работу делал там как-то там. Информировал, кого надо, о том, что надо и так далее. А Медведев был доцентом юрфака. Доцент. Медведев кандидат юридических наук, Путин, кандидат экономических наук. Вот они выпускники нашего университета. Вот товарищ, наш бывший министр финансов, товарищ Кудрин, у меня дипломником был, потому что дипломник, он у него был научно-ракторик товарищ Семенов Юрий Васильевич, потом он внезапно умер, и ко мне перешел Кудрин, и я вот завершал его выпуск. Вот он, возможно, за то, что он наши деньги отвез в Америку, привлекут когда-нибудь к уголовной ответственности, возможно, и я попаду, как человек, который участвовал в его подготовке. А зачем его там научили вообще? То есть мы находимся в таком университете, который готовит президентов и премьеров, глав администрации, министров обороны, министров и так далее, и так далее. Поэтому мы должны это понимать, и кто вы будете, мы не знаем. Поэтому мы готовимся к худшему, то есть к тому, что вы пойдете на самый верх. Поэтому вы должны это все знать хорошо. Правильно? Скажут, что вы это не знаете? Ну вот, поэтому берем такие настоящие категории философские, которые другие просто не знают. Ну, не знают, вот вы будете спрашивать становление, а они не знают. Еще становление, надо видеть разницу в этих двух моментах. Моменты – это два противоположные движения в одном движении. Вот у вас в душе могут бороться два противоположных момента. Приди на лекцию, не приди на лекцию, приди на лекцию. Эти моменты у вас называются очно-заочно. Прийти на лекцию – это очно. Заочно – не прийти на лекцию. Очно-заочное отделение. Придет, не придет, не придет, 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 не придет, не придет, придет. Борьба противоположностей. Вот двое здесь присутствующих в этих людях победил какой момент? Переход ничто в бытие. А в остальных наших контрагентах, с которым мы имеем дело, победил в другой момент, переход с бытием в ничто. А поскольку наша жизнь сейчас трудно объяснима, и мы не знаем, какие у кого жизненные условия, у кого-то денег нет, у кого-то здоровья нет, у кого-то совершенно нет времени, как мы можем сейчас говорить, раньше я сказал, вы такие сякие, не пришли, не явились. Если вы явились, я вас приветствую, это хорошо. Приятно видеть людей, которые изучают, готовы изучать новое, передовое, осваивать философию, что не так-то просто. Два момента. Надо их назвать. Как бы вы назвали момент перехода ничто в бытие? Не было и стало. Как бы вы назвали? Возникновение. А? Возникновение. Хорошо. А в противоположный момент? Прихождение. Видите, вот мы, значит, с вами уже это достаточно хорошо освоили. Значит, есть два этих самых момента. Возникновение и прихождение. Вот вооружившись этим, уже мы можем применять к чему? К социальной действительности. Когда речь идет о переходе одной формации общественно-экономической, одного общественного строя в другой, один приходит, а другой приходит. Один пре-ходит, приходящий, а приходит, другой возникает. Какие мы видели становления? Вот мы видели прихождение первобытно-общинного коммунизма и возникновение чего? Рабовладения. Правильно? Раз. Это одно становление. Это было становление рабовладения. Теперь, если мы возьмем становление феодализма, это что? И возникновение чего? Капитализма. Если мы имеем дело с становлением коммунизма, значит, это прихождение капитализма и возникновение коммунизма. Первая фаза которого называется социализм. И на сегодняшний день у нас такая ситуация, что рабовладения нет, первобытного коммунизма нет, феодализма нет, а есть буржуазные общества, и полтора миллиарда людей находятся в становлении, на переходе от капитализма к коммунизму. Что это собой представляет? Какие страны? Это Китай. Китай, миллиард 380 миллионов, которые совершил социалистическую революцию, находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. А что там есть только переход капитализма к коммунизму? Или обратный тоже действует, переход от коммунизма к капитализму. Мы же с вами понимаем, что в становлении есть два противоположных момента. Тот, кто скажет, что раз навсегда уже победил строй социалистических Китай, и тот пойдет против истины. Истина говорит о том, что идет борьба по принципу кто кого, противоположных моменту. Если вы возьмете КНДР, с которой 25 миллионов человек, там низшая фаза коммунизма. А это что такое? Это такой коммунизм, в котором еще есть отпечатки старого строя. И капитализм может снова взять вверх? Может, как показывает опыт Советского Союза. Опыт Чехословакии, ГДР, Румынии, Болгарии, Албании. Которые говорят, что ничего подобного, что если у вас даже социализм, из этого вовсе не следует, что он не может исчезнуть, прийти. Он приходящий. Хотя люди, которые не знают диалектику и плохо изучали философию, такие как Хрущев, они на съезде провозгласили на 22-м, в 1961 году, что социализм СССР победил полностью и окончательно. То есть ничего не надо делать, идти получать зарплату, а социализм ничего с ним не будет. И стоило это провозгласить, когда в силу того, что раз нет этого, как бы считается в теории, что приходения нету, ни фарсии, ни рабочий класс, ни трудящихся мобилизовывать не надо, а они демобилизованы полностью. А какая армия побеждает? Отмобилизованные или демобилизованные? Отмобилизованные – это какие-то силы антисоциалистически победили социализм в СССР. Причем это долгая борьба довольно шла. Хоть и говорят иногда, что социализм развалился, или СССР, это как-то странно. Что это за такой застрой, который сам развалился? Смотрите, у нас переход от капитализма к коммунизму, в первой фазе коммунизма к социализму, занял 18 лет. С 17-го по 36-й год. А обратный переход от коммунизма к капитализму занял. С 61-го, ход 91-й. Сколько лет? 30 лет. Довольно долго этот период. Такой кусок жизни, что это у каждого человека огромное промежутие. Вот скажем, я старше вас, я присутствовал весь этот период, как говорится, здесь на земле находился еще, так сказать, неприходящий. В 61-м году мне было 16 лет. И что у меня было в голове? Ну, не то, о чем я вам сейчас рассказываю. В голове у меня был хрущевизм. И не мог ничего быть другого, потому что вот господствовала такая идеология, что вот уже мы все, уже сейчас вот-вот будет полный коммунизм, через 10 лет будет коммунизм, хотя сейчас видно, что это просто безграмотность. Коммунизм был не через 10 лет, а коммунизм был в середине 30-х годов. Потому что социализм, это не особая информация, а это коммунизм, но не развитый, не зрелый, не спелый. Это такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя, и во всех отношениях в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Поэтому это безграмотная постановка вопроса, и вредная. Ну, хорошо, допустим, Хрущев не разбирался, а там же единогласно за это проголосовали. И выбросили из программы партии то, что является главным в марксизме учение о диктатуре правящего класса. Ну, если у вас правящий класс был рабочий класс, то если вы выбросите диктатуру рабочего класса, будет диктатура буржуазии. Не бывает свято места, пусто не бывает. Если государство есть еще пока, есть необходимость в государстве, могут быть либо буржуазные государства, либо пролетарские. Либо государство рабочего класса, либо государство буржуазное. Пришло буржуазное государство. Получается, за возникновением непрерывно следует прихождение? А? За возникновением непрерывно следует прихождение или нет? Непрерывно. Все время возникновения идет и прихождение. Все время. Вот если, скажем, мы с вами идем, живем и развиваемся, это не потому, что мы не имеем прихождений. Ну, вот скажем, вы только что позавтракали, так вы же понимаете, что скоро ваши жизненные силы ослабеет, вам пообедать надо. А потом вам нужно поужинать. Это для того, чтобы поддерживать. Вы поддерживаете свою жизнь. Не будете поддерживать свою жизнь, сколько вы проживаете? Месяц. И всё. Так. А дышать? Сколько вы можете не дышать? Никто ещё, кто даже хотел бы покончить жизнь самоубийством, знаете, там есть такие... Не получается. Не получается. Никак. Или там, не моргайтесь. Зачем вам моргаете? Что вы делаете? А вы увлажняете глаза. А если кто-то, так сказать, зайдёт с ума, по мнению организма, не будет увлажнять свои глаза, то слёзы польются. Не беспокойтесь. На этот счёт можете и не моргать. Ничего страшного. Польются слёзы, и всё будет хорошо. Поэтому это что надо понимать? Это применимо и к обществу, и к любому человеку, и к любому существу, и к любому твёрдому телу. Ну вот этот стол, он же разрушается, и не разрушается. Как вы понимаете, в этой аудитории не такие столы стояли, и не такие столы будут стоять через пятьдесят лет. И они разрушаются. Что-то вот я смотрю, то ли что-то с народом стало, ничего никто не пишет на столах. Помните, были деревянные столы, на них всё написано. Такое, такое, и такое. Просто можно было сидеть, изучать. Сейчас что-то. То ли народ, повысилась культура, то ли вообще на нём ничего не пишется, на этом столе. Меняется всё дело. Или мы первые. Да, или мы первые, то есть не так. Но потом сделано, посмотрите, какой металл. Я верю в то, что культура повышается. Повышается, да. Я думаю, тоже повышается. Культура повышается, но на всякий случай, вот посмотрите, сделано. Такая тут, такие основы прочные, такой металл, такой тяжёлый, что это, чтобы это разбить, разгромить, тут надо, я не знаю, с кувалдой приходить. Так просто не сломаешь. Ни за что. А вы видели антивандальные скамейки, которые делают пар? Вот берут не такие жёрдочек, вот такой брус. Раз! И сзади брус. И что? Ну, если даже листопаром человек будет рубить, он замучается разрушать эту скамейку. А в метро, посмотрите, там как сделано, доступ вот так стоит или вот так? На скамьях, которые в метро. В метро сколько человек проходит? Как вы думаете, примерно? Миллионы. Миллионы. Так если миллионы сядут на скамейку, что это будет с этой скамейкой? Поэтому там скамейка сделана. Вот ребром вот так стоят доски. Вот так. Посмотрите. Поэтому для того, чтобы эти доски как-то, значит, пришли, стали приходить, ну, чтобы там очень много людей и очень долго сидели. Так сделано, что так просто они не сломаются. То есть, вот люди, которые уже делают соответствующую мебель, уже исходят из того, что она будет находиться в прихождении, как надо ее сделать, чтобы это прихождение не было быстро. И наоборот. Вот сейчас разрабатываются программы. Всем навязывали Windows 10. Зачем? Всем известно, программистам, что Windows 10 хуже, чем Windows 8. Хуже. И хуже на ней работать. И никакого преимущества нет. Но навязывали. Почему? Как только вы поставите себе Windows 10, ваш компьютер будет непригоден, потому что он плохо будет работать с этой программой. С одной стороны, вы сменили операционную систему, а теперь вам пора сменить компьютер. Покупайте теперь компьютер. А то вы купили, у вас и операционная система хорошая, и компьютер хороший, а вот надо, чтобы вы все время меняли, и чтобы вы все время платили деньги. Поэтому, значит, как только вы смените компьютер, придумает 11-ю, 12-ю систему. Вот, скажем, Skype. Недавно сделали новую систему. Замучаешься ставить эту новую систему Skype, а показывает хуже, и все время, значит, требует очень большой мощности машин. Поэтому машины, у которых плохое охлаждение, они как бы надо их сменить. А когда вы их смените, придумает уже это, там написано, что совсем новая появилась система Skype, а что там новая, я его вот так сейчас вижу, я так бы и вижу и в новой системе. Зачем мне его менять? Вам не надо, а нам надо, потому что нам надо продать. А раз надо продать, надо сменить, вам надо сменить. И так далее. То есть мы вот эти вот два противоположных момента видим во всех общественных отношениях, во всех общественных явлениях, и даже в существовании общественной экономической формации. если мы начнем двигаться по исторической лестнице, то вот у нас получается так. Вот наличное бытие первобытного коммунизма. Бытие, бытие, бытие потом происходит. Оно и находится в прихождении все время, но вот это прихождение берет вверх, а становление рабовладения тоже берет вверх. Становление рабовладения происходит, оно же прихождение первобытно-общинного коммунизма. А возникновение первобытно-общинного коммунизма, оно слабым является. Побеждает рабовладение. Потом рабовладение в спокойном состоянии, находится известный период исторический, а потом вдруг огромные империи, там Александра Македонского, начинают разрушаться. Какие-то приехали, пришли варвары и такую великую империю розгромили. Как это может быть? Ну так вот, может быть, потому что производят развитие производительных сил, и как выяснилось, что при этих новых производительных силах вот эти старые производственные отношения уже не годятся. Нужны другие. Потому что как бы ни развивалась в Греции, в Риме наука, технология уже развивалась, создавались новые средства производства, новые средства производства не будет использовать раб как следует, он будет их портить. Почему? Потому что если я раб, то вот эти ваши средства производства это орудия моего закабаления, правильно? Орудия моего угнетения. Не собираюсь я их совершенствовать, я собираюсь разбить и уничтожить. Поэтому если мы хотим сохранить эти новые орудия, нужно перейти к другим отношениям. Каким? Таким, чтобы сечь меня можно было при тьме, а вот убивать нельзя. А при рабовладении кто такой был раб? Человек, которого можно убить в любой момент. Не человека, а говорящие орудия. И снова мы там смотрим. Вот этот самый феодализм, который позволил построить такие замечательные вещи. Посмотрите, вот у нас какие здания. Весь прекрасный Петербург построен в феодальное время. Ничего за буржуарное время такое, даже за советское, более красивого не построено. Сталинки. Сталинки, они красивые. Как это старинки? Они не старинки. Сталинки красивые. А, Сталинки. И Сталинки у нас. Сталинки в Москве есть хорошие. А у нас особенных Сталинок, кроме там на Московском проспекте, и нет. То есть у нас просто есть надежные здания. Но вот особо красивых таких, вот такие, как высотки в Москве, там, конечно, они выдающиеся достижения архитектуры. И как-то мне пришлось стоять вечерком и смотреть вечером так на Москву. И видно, что там вот церквушки есть. И вдруг эти самые подобные им, вот эти сталинские здания, тоже тянущиеся вверх, и ввысь тянущиеся, и причем тянущие с разных сторон, они как бы олисотворяют вот этот духовный и промышленный подъем в районе Советского Союза. Пришел опять капитализм, опять вот такую ерунду, как вот в то время, когда был у нас капитализм. Посмотрите, там Выборгский район, какие-то кирпичные здания, сооружения, безликие. Почему? Главная задача какая? Деньги забрать, деньги забрать у вас, построить больше домов и побольше у вас забрать денег. Вот это вот главное, что есть. А для феодала нет, красивый должно быть. Не выделывал ни в деньгах, а я в том, чтобы было красиво. Но феодализм задерживал развитие общества. Почему? Потому что появились опять новые средства производства. Для новых средств производства нужны свободные работники, не такие, которые из-под палки будут делать, потому что, видите ли, им надо на барщине делать что-то. А на барщине Вы будете делать по принципу наподавись. Вот за Вами нужен надсмотрщик, надо за всеми наблюдать, гонять, бить плетьми. А кто это? Никто никого не бьет плетьми, не хочет, не работает, до свидания, за ворота. Для этого надо просто сделать безработных. Как Вы думаете, капиталисты умеют считать? Капиталистическое государство может посчитать, сколько есть рабочих мест и сколько есть людей? Может, может. Оно так считать, чтобы все время людей было больше готовых к труду, чем рабочих мест. Для чего? А для того, чтобы когда Вы работали, чтобы за Вами стояли в очередь люди, готовые вместо Вас работать, как только Вы начнете требовать больше денег. Больше денег на выход вот туда, туда и направо, и вниз. И все. А там еще приходят другие и садятся. И это капитализм. Резервная армия труда. Все это расписано в капитале Маркса. Это, так сказать, нормальный капиталистический производ, норма. Не бывает капитализма без безработицы. Не бывает. Ну, потому что тогда Вы начнете требовать, и остановиться негде. Все больше и больше зарплату. А зачем? А надо, чтобы это все было в норме. И так далее. И мы вот все время смотрим, что при переходе от одной формации к другой то самое становление. Причем становление побеждает какая-то одна сторона связанная, более прогрессивное возникновение. Происходит это. А прихождение этой новой стороны оно слабее, чем возникновение. Вот если Вы что-то запоминаете, а при этом что-то забываете, то Ваше развитие, в том числе развитие как студентов, совершается благодаря чему? Благодаря тому, что Вы запоминаете больше и лучше, чем забываете и теряете. Правильно? А сказать, что вот при обучении ничего не теряется, я думаю, все понимают, что мы учимся, 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 а что-то все равно теряется. Вот Вы сдадите, и Вы сдавать будете, кстати, экзамен, или держать? Держать экзамен будете, или сдавать? Держать. Ну, как вот, представьте себе, я вот принес знания Вам, а Вы экзаменатор, вот я Вам отвечал, ответил, все, мне это не нужно, и я это выбросил, и из головы вылетело. А держать, если экзамен, я пришел к Вам со знаниями, выдержал испытания, Вы меня и так спрашивали, и так, и так, а я все отвечаю, 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 и с этими знаниями пошел дальше. Так Вы собираетесь мне экзамен сдавать или держать передо мной экзамен? Держать? Ну, я не знаю, если держать, то Вы будете всякими вопросами, да? Если держать, то они у Вас останутся после экзамена, Вы мне просто проверяете, насколько Вы выросли сами, Вы же готовите экзамен, Вы же сдаете, Вы же занимаетесь, Вы же учите, или я Вас учусь? Кто из нас главный? Главный Вы. Нет, Вы же не говорите, меня учат, Вы что скажете, я учусь в университете? С мягкий знак, как расшифровываете Вы? Да, себя. Себя, я учу себя, я учусь, так? А я Вам кто? Ну, если брать образ, костыль. Ну, как бы Вы еще немножко хромаете в области там, философии, а я тут вот, это костыль. А Вы, это что, собираетесь все время на костылях, что ли, ходили? Нет. Ну, значит, Вы это вот сдали, выдержали экзамен, ну, и все, сказали спасибо, Вы больше не нужны, но если что, я спрошу, если не откажете, и так далее. Останьте телефончик, я Вам позвоню, и все. Вот, тем более, это не вопрос у нас в университете, у нас, так сказать, общаются преподаватели, со студентами, нет такой проблемы, чтобы не встретиться. Сейчас посмотрели, где у меня занятия, как Вы сейчас делаете? Посмотрели, посмотрите, где я еще преподаю, раз и пришли. Пропуск у Вас есть. Пришли ко мне на лекции, куда-нибудь к историкам, к конфликтологам, мало ли куда. Ну, все. Но Вы же учитесь, или я Вас учу. Я Вас тоже учу, но вообще-то учитесь Вы. Поэтому, держать экзамен, раньше так и говорили, держать, выдержал экзамен, на звание, там, скажем, бакалавра. Вы выдержали экзамен на звание бакалавра, или не выдержали экзамен, держали его. А сдали, я Вам сдал, а мне не надо больше уже. Я сдал. То есть, диалектика требует от нас такого внимания вообще к понятиям. А при этом внимании к понятиям мы никогда не забываем, что все время есть две противоположности. И вот, если идет становление нового строя, то есть и его, с одной стороны, строительство, а есть его разрушение. Не бывает такого, чтобы было только строительство, не было разрушения. Возьмите любую стройку, там вы не видите, какой грязь, какой мусор, сколько побитых стекол. После этой самой стройки там долго люди пытаются разобраться с тем, что получилось. И очень часто это с большими трудностями проходит. Вот это становление. и это относится ко всякому периоду вот такого движения, когда борются две противоположные тенденции. То есть, какой-то период, когда общественный строй как бы сохраняется неподвижно, налицо такое спокойное течение событий, а потом начинается переход к другому строю, и тогда это становление. Становление – это категория, которая нам нужна особенно, не только на каждый день, но особенно на период перехода от одного общественного строя к другому. Хотя, скажем, в нашей литературе, в отечественной, в советское время, вот одну сторону видели, а другую не видели. Вот я преподавал политэкономию на Матмехе тут, недалеко, на 10-й линии, где я кончал. Я Матмех кончал, а потом, значит, получил кандидатскую диссертацию и преподавал политэкономию математикам. И вот можно сказать, что в процессе этого самого преподавания я обратил внимание на то, что в программах написано возникновение и становление социализма. А прикольдение где? Как бы его нету. То есть нету. А раз его нету, то не надо готовиться к прикольдению, не надо ему противодействовать. Поэтому когда… Поэтому говорят, вдруг рухнул социализм. Только если вы вообще считаете, что нету никаких противоположных тенденций. Вот мне пришлось писать докторскую, в которой я доказывал, что есть противоположные тенденции, противоположные развития социализма, которые чреваты движением назад, вспять, и могут привести к переходу социализма обратно в капитализм. И когда это доказывал, это был вот такой сложный довольно процесс. И вот только я доказал это было в 1900-х и получил докторскую степень за диссертацию о противоречиях социализма, в том числе за доказательство противоположных тенденций, которые могут привести к уничтожению социализма, это произошло в 1989-м году. И тут как вот… А до этого как бы считалось в науке, что нету такого. Он идет только вперед, вперед, и вверх. И только я это доказал, тут бы он и опрошил. Почему это в воздухе витал? Я как бы накаркал. Это в воздухе видимо витал. А? В воздухе видимо витал. Витал это оно в воздухе, но вот я вот занимался таким научным и теоретическим выражением. Правда, мне пришлось перезащищать в Институте философии Академии наук и там еще проголосовали единогласно, а в воздухе витали то, что когда перезащищалась моя диссертация в этот же день закрыли сектор научного коммунизма и защитился я по теории научного коммунизма. Сейчас мне скажем, говорят, Михаил Ильич, вы войдете в совет докторской по защите докторской диссертации? Я говорю, да я-то не против, но вы подумайте, вам надо будет такую запись, что я доктор включил по специальности 09002 теории научного коммунизма. Я начинаю скрести голову, так сказать, как это вот, по севере научного коммунизма в докторской поставить совет. Поэтому это вот из таких вещей, которые с одной стороны в науке есть, потому что в науке логики давно этого Гегеля написано, в 1812 году, но из всех государственных деятелей за все время существования человечества прочитал науку логики один человек, фамилия, из государственных деятелей, фамилия, Ленин, один, прочитал в 14-м году, вот скажем, он в 14-м году, ему было 44 года, вы, наверное, намного моложе. Хотите Ленина обогнать, читайте науку. Сейчас еще, а если вы задержитесь, то уже не обманите. И причем, скажем, вот, например, Бухарин считался теоретиком партийным. В последних письмах, в последних письмах Ленина к съезду говорится, вот Бухарин, он всех перечисляет там, вот, скажем, Троцкий говорит, не большевизм, там, Пятаков хватает административным увеличением к делу, отношением к делу. Бухарин, теоретик партии, законно считается любимцем партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ну, а кто, а после Ленина кто прочитал? Ну, кто? Крущев? Сталин. Нет. Сталин? Сталин тоже, так сказать, не занимался наукой логики, Сталин изучал очень хорошо изучал работы Ленина, всех изучал, прекрасно знают. Поскольку Ленин изучал наукой логики, то это многое Сталин подчеркнул из работ Ленина. И Маркс, Энгелес он изучал, тоже многое подчеркнул. У него есть даже работа в диалектическом, историческом материализме. Там очень хорошее есть положение о том, что все развитие идет в порядке борьбы нового со старым. Все развитие идет в порядке борьбы нового со старым. И не бывает такого, чтобы Сталин сдавал свои позиции без борьбы. Поэтому не настраиваться на то, что произойдет что-нибудь хорошее без борьбы, за это хорошее, не стоит. Поэтому вполне диалектическая работа у Сталина, но как бы она получена методом отражения или воспринята уже от Ленина. Ну а Ленин, например, советовал изучать непосредственно наукологию. Почему? У него есть такая работа о значении воинствующего материализма, в которой он говорит, что если мы не хотим проиграть в борьбе против реакции лыжи, мы должны стать сознательными сторонниками гегельской диалектики, изучать наукологики и подкреплять это наше материалистическое истолкование примерами из истории общества, науки и техники из всех областей. А иначе наш материализм будет не сражающимся материализмом, а сражаемым. Это, можно сказать, его философское завещание. В последние годы его жизни написано, малоизвестная, можно сказать, работа, поскольку вообще некоторые товарищи, когда они начинают углубляться в диалексику, они сразу видят обвинение в своей некомпетентности, потому что в Ленинах написано, тот, кто не понимает, тот, кто не изучил науки и логики Гегеля, тот не может вполне понять капитал Маркса, особенно первой главы. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя, а потом добавить еще сто лет и будет как раз вот то, что мы получили. То есть, вроде как считались марксистами, но они науку-логику не прочитали, капитал не прочитали, остался научный коммунист. А как же он научный, он без диалектики и без политэкономии? Он не научный. То есть, вопрос-то не в том, чтобы быть таким многоплановым, а просто, если речь вот об обществе, в обществе решающим является экономическое отношение, политэкономия нужна. Но эту политэкономию нельзя понять вполне без диалектики. Поэтому человек, который читает капиталы, не читал науку-логики, он богатство капитала не осваивает в должной мере. А без политэкономии и философии, это научный коммунизм, отсводится к группе призывов всякого рода. Призывает к одного, к другому, к третьему. Вроде как, говорят, моральный кодекс строителей коммуника. Кто его написал? Кто автор? Я не знаю. Это какой-то плакат. Какой-то плакат, который, откуда такой моральный кодекс? Что это за кодекс такой? Кто его написал? На него ссылаются, о нем говорят, а автора нет. Все вот, то, что без авторов, это все очень плохо. Например, научно-техническая эволюция есть сейчас или нет? Слышали про научно-техническую эволюцию? Разговоров много. Вот вы, журналисты, вам предстоит свою позицию определить. Есть она или нет? Так вы смотрите. Какие темпы роста у нас? Производительность труда. Какие? А? Да какая может быть революция, которая не дает темпов, повышения темпов экономического роста? Ну подумайте сами. Ну что это за научно-техническая, если техника при этом не дает, весь смысл техники в одном, повысить производительность труда. У нас вообще молчат про производительность труда. Молчат, потому что стыдно сказать. Ну и целых ноль десятых. Темпы роста какие в нашей экономике? Сколько? Тоже молчат. А почему? Это что, не важно? Ну важно, но стыдно сказать. Ну скажем, Соединенные Штаты Америки имеет 2,7%. Это что, для научно-технической революции 2%, 3%, меньше 3% это что, революция? Ну революция это 1000%, 5000, 10 тысяч процентов. Это революция. Какая это революция? Революция это революция. Перевернуться надо. Что перевернулась в нашей экономике? В мировой экономике что перевернулась? Как резали, так и резанием основную массу продукции производят. Как штамповали, или работали на кузнечных машинах так и обрабатывали. Как плавили, так и плавят. Вот вам иногда рассказывают, что на 3D принтере могут изготовить. Что вам из пластмассы изготовить? Что вы будете пластмассовывать? Что с этим пластмассовым будете делать? Изготовить медленно-медленно. Вот скажем, вы можете пойти в политехнический университет, прямо там вот в парк, при политехническом университете. А там есть такой центр. Он открытый, можно зайти туда. И там эти вот в коробочках прозрачных молодые ребята показывают, как работают эти 3D принтеры. Постоите, вы видите, как один слой, там какой-нибудь меньше третьей части или четвертой части миллиметра, накладывают, и он следующий слой. Так ходит, и ходит, и ходит, и ходит. Уже давно бы нас сделали эти все продукты, а он все накладывает, 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 накладывает. Причем он вам сделает какую-нибудь пластмассовую игрушку или пластмассовую деталь. Поэтому, и это, так сказать, 0,000 десятых во всем мировом производстве. А революция, это значит уже не то, что начинается или возникает что-то, а уже это переворот. Мы же с вами изучали, что такое революция, да? Это переворот целый. Ну вот, вот такая история с этим самым становлением. Значит, становление, поэтому, надо видеть в каждом социальном явлении, и что значит мы должны видеть? Видеть в каждом явлении, в каждом движении два противоположных движения. Движение низшего к высшему и наоборот. Движение от ничто к бытию и от бытия к ничто. Только тогда, когда мы видим и то, и другое, вот тогда мы можем говорить о том, что имеет место становление, и тогда мы подходим диалектически. Становление – это первая истинная категория диалектики. Истинная, потому что чистое бытие – это не истина, это абстракция. Нет нигде такого, как только мы дошли уже до становления, теперь мы уже знаем, что истина бытия, истина – ничто, и это становление. Нету такого бытия, которое бы не переходило в ничто, и нету такого ничто, которое не переходило бы в бытие. Правильно? А раз так, то, следовательно, вот это вот истинная категория, которую мы должны понимать и учитывать во всем. И вот мы назвали два противоположных момента как возникновение и прихождение. Получилось, что мы когда назвали, куда-то делись бытие и ничто. У нас изначально становление было единством бытия и ничто. Правда, бытие переходило в ничто, ничто в бытие, а теперь уже мы так все раскрасили, так глубоко продвинулись далеко, что у нас получилось, что становление это единство возникновения и прихождение. Так? Так. А где ничто? А где бытие? Как их основу достать, а то уже не видно. Где они? Ну, тут как всегда, вот как в математике этот вывод делают, меняют формулы, так и здесь какие-то слова можно переставлять или выражать словами. И могу я сказать так, что возникновение это переход ничто в бытие. Могу? Могу. А могу сказать, что возникновение это ничто переходящее в бытие? Ну, если ничто переходит в бытие, так я могу сказать, что это ничто переходящее в бытие? А сейчас вот говорят короче, молодежь говорит, короче. А могу сказать короче, что возникновение это ничто? Могу? но действительно ничто вот лисет要ные в жизни как он и снесли только такой который переходит в пути и развивать какое-то ничто которое бы не переходило бы с Hey мы только что доказывали что есть только ничто переходящие бы все это можно теперь спокойно сказать что вот одно это вот возникновение это ничто переходящий в быти и а быть ее это ничто это бытие переходящие в ничто или просто бытие. То есть на самом деле в жизни нет абстрактных таких бытия и ничто, которые мы вначале рассматривали, рассмотрение этого становления. А всякое бытие, которое есть, не чистое, а реальное бытие, это бытие, переходящее в ничто. Правильно? А ничто? А ничто такого ничто, про которое говорят, ну нет такого, чтобы было ничто. Ну конечно нет, есть такое ничто, которое в какое-то бытие это переходит. Правильно? Вот поэтому есть бытие и ничто. И вот смотрите, что получилось. Становление – это такая категория, которую мы получили благодаря тому, что различаем бытие и ничто. Да? А бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. То есть они переходят друг к другу, и разность бытия и ничто, становлений, что? Истязает. И все, что мы о чем говорили сегодня, и что получено нашим непосильным трудом, исчезло. Исчезло. Грустно. Грустно стало. Остается, ну как, диалектика, она же, она просто, она не констатирует, что произошло, но она требует внимания. Раз это исчезновение, это отрицание. Правильно? То есть произошло отрицание становления. А что такое отрицание становления? Вот я думаю, со мной вы согласитесь, что становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, и это беспокойное единство бытия и ничто. А что является отрицанием беспокойства? Это несложный вопрос. Ничем. А отрицание беспокойства – это что? Можно я скажу? Отрицание беспокойства – это спокойствие. Ну так? Ну если беспокойство есть, я и спокоюсь. Беспокойство – это отрицание спокойствия. Значит, отрицание беспокойства – это спокойствие. Значит, то, что является отрицанием становления – это что-то спокойное. Остается разобраться со словом единство. Что такое единство? Вот если единство, это о чем говоришь? Что-то многое или что-то одно? Многое. Многое в одном. Многое в одном. Вот совершенно правильно. Потому что если бы это было только одно, то доказывать, что я един сам с собой, это было бы, вы бы сказали, что что-то у товарища с головой. То есть вот мы с вами можем иметь единую точку зрения. Единую. И почему мы единую? Потому что мы разные. Раз мы разные, можно говорить о нашем единстве. У нас есть единство взглядов, единство позиций. Поэтому отрицание вот этого единства, бытия и ничто, это значит, отрицанием является простота. Нет этого многого. А простое есть. Многое это состоит из каких-то разных величин или разных элементов. А это простота. Вывод. Отрицание становления – это спокойное и простое. То есть не расстраивайтесь, что пропало становление. Оно не вообще пропало, а оно стало спокойной простотой. Стало спокойной простотой. То есть становление становится спокойной простотой. А отрицание становления – это что такое? Оно содержит в себе становление или нет? Вот если я подойду и вас оттолкну, что произойдет? Если я вас оттолкну, то для этого, как минимум, мне нужно к вам притронуться или дотронуться до плеча. Да? А как я иначе вас оттолкну? Если я вот здесь буду говорить, что я вас отталкиваю, то ничего из этого не выйдет. То есть мне для того, чтобы оттолкнуться, нужно подойти и присоединиться. Поэтому отрицание становления является включением этого становления в следующую более высокую категорию. Вот эта категория, которая получилась, спокойное и простое, вот то, что есть, это же есть оно, бытие, отрицание становления. Вот это спокойное и простое бытие, оно включает в себя становление. Например, у вас родители есть? Есть родители. Вы являетесь отрицанием родителей? Вы же не ваши родители. Родители сами по себе, вы их уже отрицание. Вы же родились, они были, вас не было. Теперь вы есть, а вы их отрицание. Но вы какое их отрицание? Диалектическое. То есть, вот если я на вас смотрю, могу я потом встретить ваших родителей и увидеть некоторые близкие черты лица. И фигуры, и даже характер бывает. Правда? И даже манера высказывания и выражения. Почему? Потому что, будучи отрицанием родителей, вы являетесь их, диалектическим отрицанием, вы являетесь их и воплощением в то же время. Родители у вас себя включают или вы включаете в себя родителей? Ну, в таком механическом плане, пока мама вас носила, то она у вас себя включала. А когда вы родились, да еще и родили себя, написано. Как будто не она вас родила, а вы сами себя родили, родились. Вот теперь вы их включаете, потому что вы продукт отрицания этих родителей. Почему отрицание? Потому что вы же не такие, как родители. Но вы не такие, но вы их произведение. А раз вы их произведение, то вы включаете их в себя. То есть отсюда вывод. Вот то бытие, которое получилось, спокойное и простое, содержит в себе становление. Содержит в себе становление. А вот то, что у нас получилось, спокойное и простое, оно же есть? Значит, оно бытие. И вот это спокойное и простое бытие называется наличным бытием. Наличное бытие, говорят, есть результат снятия становления. И еще одна категория появилась, которая вам не знакома. Вы такое снятие слышали? Категорию. Вот снятое молоко, это молоко? Педа. А? Педа. Нет. Наоборот, если снятое, то снятым молоком является молоко, у которого как раз сливки слиты с него. А оно вот осталось, как молоко, с которого сливки сняли. Поэтому сливки – это вот то, что слили. А снятое молоко – это то молоко, с которого сливки сняли. Снятое молоко – есть отрицание молока. Но какое? Ну, тем не менее, молоко с отрицанием. Поэтому понятие снятия – это отрицание с удержанием. Вот вы есть отрицание своих родителей с удержанием. То есть вы на самом деле есть и их воплощение. А просто отрицание вообще в диалектике нету такого, чтобы было просто отрицание. Ну, как может быть просто отрицание? Не может быть просто отрицание. Всякое отрицание – есть снятие. Это очень важнейшая диалектическая категория. Всякое отрицание – есть какое-то снятие. Что-то отрицается, а что-то удерживается. Ваши дети будут вашим отрицанием, и в то же время они в себе будут удерживать то, что вы есть. Правильно? Иначе никак не может быть. И так совершается связь в человеческой истории. С одной стороны, идут всё время отрицания, но аж диалектические, вот эта цепь представляет свою цепь дальнейшего развития и возвышения. Мне вот внучка тут сообщила, пятилетняя, говорит, ну если, говорит, вы нас родили, значит, мы должны быть лучше вас. Вот что вот зародить можно по этому поводу? Ну, а зачем, говорит, тогда вы нас все родили, если бы не были мы лучше вас? Ну тут мне не поспоришь. То есть, по идее, так сказать, вот вы должны быть лучше, чем я, значит, велософия, правда? Почему? Ну вы же моложе, вы как бы следующее поколение, правильно? И если следующее поколение не знает лучше, то как-то оно странно, ну вот оно как бы что идет, что следующее поколение идет в пять, что ли, или назад, или то, что, скажем, предыдущему поколению, чтобы добыть какой-то научный результат, это требовалось десятилетия, а чтобы освоить его, может быть, требуется несколько часов. Почему? Например, доказать теорему. Годами, десятилетиями некоторые теоремы не могли математики доказать. А потом, вот мы учились на матемете Степану Степановичу, нам вот эти теоремы, там, Вильстрасса, теорема такого, теорема такого, эти теоремы нам в экзаменационные вопросы поставили. То есть, каждый студент должен их уметь доказывать, иначе ему два. То есть, требования такие, что если человек вообще эту теорему доказал, это делом было жизни, он стал известен благодаря доказательству этой теоремы, а от нас требуется от студентов, чтобы мы ее передоказали и получили свой трояк, или четыре, или пять. Так и здесь вам. Вот эта вот теория становления, например, если вы возьмете древних, древнегреческих философов, то некоторые вот эту теорию становления уже начали отстаивать, как Гераклит. А Параминит, тоже известный, который отстаивал идею бытия, категория бытия, говорит, есть только бытие, а не бытия вовсе нет. Сейчас бы, если бы его услышал, Гегель бы сказал, ну вот вы видите, что вы написали, есть только бытие, а бытия вовсе нет. Вот у вас написано, что бытия вовсе нет, оно в вашем написании и присутствует. Бытия нет. А раз вы сказали бытия нет, вот оно есть в нашем разговоре, в вашем отрицании. Если это есть в отрицании, значит оно есть в отрицании. То есть есть. Но это требует неизвестного диалектического развития. И, скажем, если у Гераклита высказывание такого рода, что все течет, все изменяется, относилось ко всему, и он является как бы родоначальником диалектики, но систематической диалектики, то есть системы диалектики научной, которая была построена так, что, как всякая научная система, есть начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Вот в науке система, знание – это редкость. Скажем, во всей политэкономии есть только одна система, политэкономическая – это Маркса. Система, которая в трех томах капитала содержится. Другой системы нет. Вот мне приходилось, как человек, который изучал политэкономию, я взял такой селигмена «Современные экономические теории». Книга большая такая, да еще и широкая, и все лето ее читал. Но кто лето, кто подорвал. То есть я придумал одно, вы придумали другое, вы придумали третье. Ну, взял человек и пишет, и, скажем, ничем это не подтверждается, никак это не доказано, а так, чтобы вот это было выведено от простого. Вот Маркс начинает исследовать с чего? С чего он начинает? С товара. С товара начинает и показывает, как это отношение разворачивается, 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 доходит до капитала, через деньги, капитал, потом второй том обращения, капитал, а потом процесс капиталистического производства, взятый в целом. Такого больше ничего нет. Например, есть работа Ленина «Империализм как высшая стадия», она и называется «Популярный очерк». То есть это о том, какие особенности капитализм имеет на современной этапе. А система категории остается той же самой. А насколько она это верна? Ну, насколько пока существует капитализм. Пока капитализм есть, она верна. А не будет капитализма, она будет иметь историческое значение. В химии, что вы имеете, что вы знаете, какая есть система? Система, периодическая система элементов Менделеева. Причем ее величие в том, что вот не знали этих элементов, а уже по их свойствам и весам, которые были из этой системы выявлены, можно было уже найти эти элементы, назвать на живожью. А осталось только открыть потом, вот на их обнаружить. Или в физике две системы есть, Ньютона и Эйнштейна. А больше нет. А вот про медицину, например, Гегель говорил, что это труднее всего. Такая сложная наука, что она пока не смогла построить научные системы. То есть знания накоплены на медицинских тьмах. И в то же время она скажет, вот есть у нас гомеопаты, они говорят, надо маленьким количеством лекарств лечить. А другие говорят, там прямо лошадиные дозы вам пропишут этих же самых лекарств. Потом появились такие открытия, как генетики, которые изменили вообще весь взгляд на медицину, правильно? То есть мы должны учесть вот эти все связи генетические. И без вот этих связей нельзя понять, что происходит с человеком. Это настолько сложная система. Чем сложнее система, тем сложнее ее. Поэтому знаю из медицины очень много, знаний много. Вот если я все буду много-много знать, кто я буду? Ну скажите мне, кто я буду? Гордиться мне или не гордиться? Гордиться эрудированным человеком? Эрудированным. Ну вот, я буду эрудированным. Вы проще много знать, вы будете эрудированным. А вообще люди, которые много знают, это знахари. Чем отличаются знахари от ученых? Ученые, так сказать, имеют систему знаний. А знахари вот по этому вопросу, вот этому вопросу, вот это, вот это, вот это. Вот скажем, если вот наша медицина знает, как, чего лечить отдельно, по отдельности, то она очень накопила много знаний. Она даже знает, какие лекарства нельзя применять, когда вы эти применяете. И тоже у них много накопленных связей между элементами. Но в целом картина такая, чтобы вот вы взяли и начали изучать какое-нибудь медицинское руководство. И, наконец, вы поняли, как надо укреплять свое здоровье. Такого нет. Почему? Очень сложный материал. Сложный. Чтобы его освоить и представить в виде научной системы, вот это поделать надо, такую работу, которую могут сделать гениальные люди. Потому что система – это не развитый, не развернутый результат. А результат – это развернутое начало. Вот надо показать место каждого элемента в этом движении, в этой системе. Тогда это будет научная система. Если вы не показали, значит, система не научная. А раз система не научная, это не наука. А просто сумма знаний. И сумма знаний очень большая может быть. Совокупность знаний. И это мы знаем, и то знаем, и это знаем. А в целом картины у нас нету. Вот какая получается здесь вещь. Вот, значит, становление переходит на личное бытие. И мы в дальнейшем, вот забегая вперед или двигаясь вперед, чем будем заниматься. Следующая у нас тема, которая нас будет волновать с вами – это социальные изменения. А потом, когда мы разберем социальные изменения, мы будем заниматься социальным развитием. А сегодня мы занимались социальным становлением. А вот когда мы пришли уже к спокойному, простому, оно же изменяется все равно. Но вы догадываетесь, наверное, что это вот бытие, к которому мы пришли, уже это не первое и не чистое бытие. Вот оно называется – наличное бытие. Можно говорить о наличном бытие капитализма, о наличном бытие рабовладения. Можно говорить о наличном бытие коммунизма. Но это не то же самое, что становление коммунизма. Мы переходный период отличаем от построенного коммунизма. Например, в КНДР становление завершилось, там только общественная собственность, там частной собственности нет. А в Китае там 55% государственная собственность, которая в интересах общества используется, а 45% частная собственность. Поэтому там идет процесс становления, там есть и возникновение, и прихождение. Вы можете сказать, что там с одной стороны есть крупные капиталисты, которые миллиардеры, а там есть взяточники тоже крупные, которых, между прочим, 10 тысяч расстреляли уже. 10 тысяч Китая расстреляли взяточников. А если их не расстреливать, наверное, бы они уже проглотили Китай. У нас проблема какая-то, взяточники тоже расцветают в России. Если есть капитализм, если главный принцип нажива, то Маркс Капиталя показал, что если вот 3% прибыли, норма прибыли, то капитал становится оживленным. Если там 10%, он начинает ускорять свой бег. А если 300% прибыли, нет такого преступления, на которое бы люди не пошли, да ради этой вот прибыли. Вот, скажем, полковник Захарченко. Сколько он получил? 9 миллиардов. Из них 8 миллиардов в сумках клеща этих наличных. 8 миллиардов. И говорит, вы не должны его не отрогать, это не по сильным трудам моим добыть. А миллиард у него забрали, который был уже на счетах, потом в виде автомобилей и различных квартир, записанных на него, на жену, на дочь и на других родственников. 9 миллиардов. Поэтому, скажем, такие взятки, как 2 миллиона долларов у Уликаева, они бледнеют на этом ходе. И поэтому его защищают либералы, говорят, ну что вы прицепились к человеку? Ну взял там, ну это разве деньги? Это для вас деньги, а для них это не деньги. Не говоря уже о том, что у него 24 примерно участка. Вы знаете, что участки, которые земельные, они миллионами, десятку миллионов стоят. Это раз. А во-вторых, у него миллион долларов на счетах. Это все как бы. Об этом люди не знают, они только вот для-таки защитников много. И других, у Белых взятку дал, тоже защищают. Еще у нас есть Кирилл Серебренников, так он же в культуре. Это мне напоминает Горький. Приходил к Ленину и просил за кого-нибудь из представителей интеллигенции. Говорит, вот Владимир Ильич, вот этот человек, который сажается за контроляционную деятельность, он хороший химик. А Ленин говорит, а мы его не за химию сажаем, мы его за антисоветчину. За разные вещи. Так и здесь. Культура это культура, а есть люди, пасутся в области культуры, но из этой культуры изымают деньги, которые... По поводу Серебренникова уже неоднозначное мнение. Неоднозначное. Да у нас не по любому вопросу неоднозначное мнение, потому что желающих разбогатеть так, как многие богатеют, за счет государственных денег очень много. Поэтому вы любого человека назовите, и сразу найдется куча защитников, которые будут его защищать. Ни одного нет такого, у которого однозначное мнение было. Ни одного. Просто, насколько я знаю, он из проектов вкладывал свои деньги, а потом... Там же речь идет о таких суммах, о миллиардах рублей. Какие свои деньги? Какие свои деньги может вкладывать человек, обыкновенный режиссер? Но какие? Это надо себе такие положить зарплаты, которые являются преступными, для того, чтобы говорить о вкладывании своих денег. Вот товарищ Грудинин, который рассказывал нам эти сказки, что у него там 70 тысяч среднее. Он просто себе все дивиденды, которые должен был выплачивать, закладывал себе в зарплату. А когда он себе заложит, получается зарплата полтора миллиона в месяц. А когда вот у меня полтора миллиона, и у вас, допустим, 100 тысяч, вместе у нас на круг получается миллион шестьсот. По восемьсот тысяч мы с вами получаем в среднем. Поэтому вот эта магия средних цифр, это сплошь и рядом даже люди, которые... Ну, ему же сказали, что надо закрыть свои счета, а у него там на момент сдачи бумаги пять килограммов золота на счетах стояло, лежало в Австрии. Ну, о чем говорить? Это считается все не в счет. И у защитников там не только много, а просто это супер много. Миллионы защитников. Почему? Завидуют, хотят тоже так же получать. Много таких. Защищают, потому что завидуют? Конечно. Хотят так. Не просто завидуют, хотят так же получать. Вот, например, многие борются с олигархами. Почему? Потому что если вы олигарх, лучше надо вас сбросить, а меня поставить на это место. И я буду хорошо жить. Они же не борются с той системой, которая дает олигархию. Нет. Они хотят бороться против олигархов. Или, скажем, Навальный против тех, кто берет всякие взятки коррупционеров. Он не борется против миллиардеров. Он против коррупционеров. Почему? Если я миллиардер, а вы чиновник, я заинтересован, чтобы чиновник лишнего не брал. Правильно? А то вы будете брать много, слишком много о себе будете думать. Поэтому это естественное истребление у крупных собственников, чтобы была скромная прослойка чиновников. А эти чиновники норовят себе получить много, опираясь на власть, и стать сами, этими самыми миллиардерами. Вот проблема. Но вот если вы видите, как избирательно выступает Навальный, он выступает только против коррупции. А коррупция – это явление, которое относится к чиновникам, а не ко всем. А если речь идет о нетрудовых доходах, он по этому поводу ничего не выступает, не говорит. Так у нас вот Дерипаска имеет миллиарды, Лисин имеет 17 миллиардов долларов. Не выступает. И любые миллиардеры, у них что, трудовой этот доход? Нет, конечно. Но никто не выступает. Так что я согласен с вами неоднозначно. Даже наоборот, у нас прямо противоположные позиции по всякому вопросу. Одни открывают эти ворота. Я думаю, что и в Китае неоднозначно тех, кого расстреливают за коррупцией. Они, я думаю, против. 10 тысяч расстреляли. Я думаю, все они против. Это много 10 тысяч. Но это по нашим меркам много. А когда там миллиард 380 миллионов, даже страшно себе представить, как удержать такую страну, я себя не представляю. Так, значит, мы с вами вопрос о становлении закончили и будем рассматривать теперь изменения. Следующий раз. Я не поняла, что оно личное бытие. Это результат снятия становлений. То есть отрицание. Оно же есть. Вот мы отрицали. Оно есть, это отрицание. Вот это и есть бытие. Раз оно есть, то оно бытие. Понимаете, да? Но не чистое же бытие. Ну, надо как-то его назвать. А название мы берем из философии. Название нельзя вывести. Название мы взяли у Гегеля. А Гегель взял из истории философии. Все, я поняла. Да. До следующего раза. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok